Всем привет! С вами психолог, практик Евгения Саженцева. Я, наверное, введу постоянную рубрику «Разбор психопатичных комментаторов», чтобы вы тоже понимали, как реагировать на людей, которые пытаются на вас нападать. Во-первых, надо понимать, что человек исходит всегда из своего собственного детства. Он говорит не с вами, а со своими родителями, которые заложили в него определенные паттерны. Например, паттерн непринятия уникальности другого человека и желание постоянно подмять и переделать. И вот такой, например, комментатор мне начинает писать. Вы в статье допустили вот такую-то ошибку. Вам нужно делать так-то и так-то. Вам нужно учить мат-часть и так далее. Я хочу сразу заметить, что мои статьи имеют большую популярность на дзене. И люди часто мне пишут благодарность о том, что я пишу доступным языком, чтобы было понятно человеку, который даже не увлекается психологией. Доступным, понятным языком. Это моя уникальность. Это мой выбор. И я не собираюсь меняться ради одного человека негативиста. Потому что со мной рядом те, кому нравится, чем я занимаюсь. Кому не нравится, ищите другой канал, пожалуйста. Я не знаю, какой смысл сидеть на моем канале и говорить, что вам ничего не нравится. Это ваш паттерн. Во-первых, переделать другого. Так же, как вас пытались переделать родители и не брали во внимание, что вы уникальна сама по себе. У вас есть определенный набор ваших способностей, ваших непохожестей на остальных. И этим самым вы привносите в мир что-то новое, непохожее на других. Следовательно, человек, который пытается напасть с негативом на другого, является заложником своих паттернов. Своего вот такого вот детства, где его постоянно пытались переделать, заставить его измениться, заставить его поступать как-то иначе. И все время указывали ему на его недостатки. Я смотрю на это так, что человек просто постоянно находится в таком детском трансе и пытается изменить окружающих. Плюсом ко всему, как бы, еще и недоволен собой, скорее всего. Потому что человек, который самодостаточный, который имеет стабильную самооценку, не будет писать автору всякую ерунду по тому, как ему нужно меняться. Извините меня, я этот паттерн в себе давно заметила и пытаюсь не следовать каким-то лишним упрекам. Я абсолютно спокойна, уверена в себе, знаю, что есть люди, которым нравится мой контент, которые мне благодарны и которые ценят меня именно за то, какая я есть, а не за то, кем я пытаюсь казаться. Именно поэтому они и сидят на моем канале, читают мои статьи, потому что я пишу доступным языком. Не нагружаю лишними терминами, не пытаюсь казаться чересчур умной, а просто остаюсь собой. Мне очень жаль таких людей, потому что они действительно выросли в такой нездоровой атмосфере, постоянно угождая своим тиранам. Пытаясь быть всегда немножко лучше, чем есть, пытаясь всё время перепрыгнуть в какую-то планку и не замечая, что они сами по себе уникальны в любой точке своего развития. Конечно, предела никогда нет для нашего развития, но мы должны меняться от своего личного желания, когда нам интересно познавать новое. Я, естественно, каждый день повышаю свои знания, прошла профпереподготовку на психолога, плюсом постоянно прохожу вебинары для того, чтобы узнавать новую информацию для себя, потому что мне это хочется, а не потому что кто-то пришёл и сказал, что мне надо меняться. На таком порыве адреналиновой тряски я не собираюсь ничего менять на своём канале, но, тем не менее, канал мой так или иначе совершенствуется и стремится к лучшему на дофамине, а не на адреналине. Я вычёркиваю таких людей, блокирую, не вижу смысла дальше с ними вступать в диалог, потому что такие диалоги основаны на конфликте. Только точка конфликта, никакого позитива. И вам тоже самое советую. Спасибо за внимание.